Дом большой, 180 квартир, огромная территория. Свыше 450 жителей проживают в этом красивом и уютном месте. У руля стоит председатель Наталья Ярошенко. Благодаря ее активности и организаторским способностям люди с удовольствием благоустраивают свой двор, высаживают цветы, организовывают субботники, следят за чистотой и порядком. Одно из сегодняшних достижений – водопад с маленьким фонтанчиком, где можно присесть, отдохнуть, послушать шум воды. За года три, наверное, все-таки люди и дети, в том числе, поняли, что это двор наш, что мы здесь живем, что мы здесь гуляем, что мы здесь растем. И в конце концов, знаете, это все-таки маленькая родина наша. Ребенок рождается, ведь куда он выходит? В чистый красивый двор, ухоженный. Вот он здесь вот получает все необходимое. Также он потом будет любить свой город, любить свою страну и относиться перешли. Конечно, в первую очередь это заслуга жителей дома. Все сделано их руками – клумбы с цветами, кустарники, даже лавочки во дворе. Все здесь наполнено любовью и заботой. Дети с удовольствием играют на спортивной площадке. В этом году даже появилось баскетбольное кольцо – мечта любого мальчишки. Вместе с бабушками они ходят в походы, устраивают соревнования, посещают музеи и обсуждают на общих собраниях свои успехи. Гордятся своим замечательным красивым двором. Два года подряд мы участвуем в этих конкурсах ТОСов в нашем городе Анапе. И мне очень импонирует то, что здесь подходят очень позитивно и очень правильно к этому вопросу. Многие наши не верили, что мы займем первое место. У меня до сих пор мурашки, вы знаете, я не могу тоже поверить. Но я верила, что мы займем, потому что нигде в России я такого не видела, двора хорошего, вот сколько мы с мужем путешествуем по России и вообще по миру. В День города в присутствии сотен анапчан победители получат свои заслуженные награды. На достигнутом результате останавливаться не собираются. Теперь их ожидает участие в краевом конкурсе. Продолжение следует...